Добрый вечер. Наша недельная глава это глава Нассо. У нас, правда, шелот перед этим, но мы переходим в Нассо. Это очень интересный момент проявляется в нашей главе, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что книга Бамидбар открывается с построения стана народа Израиля в пустыне, в пустыне Синай, как приготовление к движению в землю Израиля. В этом весь смысл. В принципе, идет очень такое весьма скрупулезное описание, которое со всеми частностями описывает разные аспекты появления этого лагеря. То есть, группы, имеется в виду колена, подгруппы, которые, то есть, в каждой фланге, какие колена в каждом фланге и так далее, и так далее. Религиозное, скажем так, лидерство, политическое лидерство, то есть, левиты, муше, агарон и так далее. И разные другие системы приготовления. Это идет вплоть до десятой, то есть, это десятая глава книги Бамидбара, когда народ Израиля начинает двигаться. И тут происходит очень интересный момент. У нас в нашей недельной главе появляются три закона галактических посредине описания вот этого приготовления. И мы должны задаться вопросом, а что они здесь делают? Почему они именно здесь? Какая связь? Я имею в виду от трех законов, которые пикадон, то есть, когда человек оставил у кого-то свою вещь или так далее, на хранение или там пользоваться, а потом тот он просто не возвращает или украдет ее. Второе, это законы сута, то есть, законы женщины, которая подозревается в неверности и проверки ее в храме посредством коином. И третье, законы Назира, то есть, законы человека, который подозревает на себя Назиреевство, запрет вина, запрет приказаться к мертвым и так далее. И что они сделают? Проблема, что... Проблема в том, что эта проблема более-более мощная на фоне того, что вообще вся книга Бамидбар, она книга, то, что называется, нарратива. Она книга рассказа, то есть, да, в ней очень мало вообще галактических аспектов. Она в основном рассказывает рассказ, а не рассказывает, в отличие от книги Ваикра, где почти нет рассказа, там почти одни законы. В книге Дворим очень много законов. Шмот есть перемешку, то есть и то и другое. А вот книга Бамидбар, она больше такая... Нарратив народа израиля, рассказ народа израиля, всевозможные такие вещи. В ходе того, что Рамбан, Манит, в его введении в книгу Бамидбар пишет, В этой книге нет заповедей, которые сказаны на поколение. Кроме нескольких заповедей и вопросов жертвоприношения, которые он начал в книге Коэна, в книге Ваикра, и не закончил там, и закончил здесь. То есть, в принципе, даже если мы примем, то есть, да, что мнение Рамбана, что есть несколько галактических аспектов, которые не закрыли в той книге, их нужно было сюда перекинуть, все равно мы должны понять, в чем их смысл, почему здесь находятся. Особенно в голове Насо. Голова Насо, когда мы берем эти заповеди, то есть, Пикадон, то есть, по поводу невозвращения и в каком-то смысле воровства того, что было взято, Сутар, опознение неверности жены, и Назир, какая связь посреди приготовления лагеря к движению в землю Израиля. Вообще не бывает. А это же вроде между собой не связано, эти законы. То есть, что здесь находится. Потому что, например, другие галактические, скажем так, аспекты, которые появляются в книге Бамид-Бар, они более логичны. По причине того, что, допустим, после того, как описывается жестокое наказание за грех разведчикам, то дальше идут лагерические аспекты, которые объясняют, что в конце концов все нормально, народ Израиля войдет в землю Израиля, несмотря на наказание. То есть, там есть логика к законам. Или, допустим, после Короха, то есть, да, после Короха и его спора, то есть, когда они претендовали быть такими же, как Коин и так далее, то понятно, что приводятся законы, которые связаны с Трумотом Асро, то есть, то, что дается Коину, для того, чтобы закрепить, в принципе, статус, который они пытались, скажем так, Корох претендовать против него. То есть, знаешь, типа, ребят, вам не полагается и так далее. То есть, понятно. А в нашей главе этого нет. Но мы попробуем взять эту же систему. То есть, раз галактические вопросы появляются, то они, значит, связаны с привязкой к чему? У них есть привязка к тому, что написано, то есть, то, что происходит. И мы должны это найти. И найти общий знаменатель между этими главами и как они связываются с... То есть, между этими галактическими законами и как они привязаны к рассказу, который находится здесь, посреди главе Насо. И дальше, то есть, главе Бамидбар, и дальше после нее Баалутха. И начнем мы с человека, который куфер по Пикадону. То есть, да, который говорит, ничего ты мне не давал. Только он, в принципе, это воровство. Дело в том, что в этом законе, который говорит по поводу этого Пикадона, что человек, то есть, отрицает, что он его взял, то есть, в принципе, он украл. И там скажут, что он должен вернуть такое и так далее. Проблема в том, что эти законы уже... Вопрос Пикадона, вопрос, то есть, человек, который взял, должен искуплять себя таким образом или другим, они приведены в главе Вайкра. То есть, это повтор идет. Но если мы возьмем то, что написано у нас по этому вопросу, и в Вайкра, то есть, да, Вайкра – это пятая глава, если кто хочет посмотреть, там, с 20 по 26 стих, то мы увидим, что между ними есть очень интересная разница. У нас говорится о очень-очень специфической теме. У нас речь идет об воровстве, то есть, скажем так, об воровании Гера. Это тема, которая в Вайкра не обсуждалась. Она обсуждается именно у нас. То есть, скажем так, обворовать Гера. То есть, дело в том, что что происходит? Происходит с Гером очень интересный момент. Я дал Геру, то есть, ты их забрал у Гера. У Гера, так как он одиночка, то есть, потому что он принял Геру, он считается как новорожденный, и у него как бы нету сыновей, нету семьи. Ну, то есть, сами понимаете, Гер как бы он уходит из семьи, он состоит из народа Израиля. У него нету наследников. Так, у него нет наследников, у него нет никого, кто будет, скажем так, придет в суд и будет требовать этот предмет назад у вора. Это называется аэлла тувим. То есть, у него нету истцов, то есть, да, которые будут требовать. И в этом случае, говорит Тора, нам, учит нас, что этот предмет будет отдан коинам, и раз у него нет наследства никого, то есть, будет отдан коинам. В продолжении у нас раскрывается, что основная идея вот этой вот платы коина, она не особенно связана с отрицанием, то есть, то, что он должен был герой и так далее. А там немножко по-другому. Что меня значит? Давайте я бы немножко просто объясню. Вот это вот проблема, которая описывается, что человек отрицает то, что он взял у кого-то что-то. Это, в принципе, воровство. Это только в том месте, то есть, да, где нет наследников. И в таким случае, это только описывается в очень частом случае, в очень частом случае, где деньги даются коину. Таким образом получается, что в каком-то смысле эти деньги являются одной из мотнотки уна, то есть, подарков, которые дают коинам. И это очень интересно. Потому что подход к тому, что украденное у Гера, то есть, понятно, Гера уже нет, он умер, например. То есть, это пример. То есть, нет у наследников, нет самого Гера. Что это считается одной частью, как часть подарков коина, коина немножко странновато. То есть, да. Потому что обычно, то есть, вещи, которые даются коинам, то есть, приношения коинов, называются мотнотки уна, подарки коинов, они так или иначе связаны с их особым статусом коинов. Или со святостью коинов. То есть, да, например, как трума, то, что приносят, как приносят бекурим первенки, как приносят первенца животного, всевозможные части жертвоприношений и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, мы говорим о украденном имуществе, которое отдают коину, потому что его некому, то есть, претендовать на него в суде. На чем строится такая голоха интересная? То есть, украденная вещь отдается коину, потому что некому на это претендовать суде. Вот такая вот голоха. Об этом идет речь. На чем это? Здесь, скорее всего, раскрывается очень-очень важная вещь, на которую стоит обратить внимание. Здесь раскрывается и показывается вмешательство и обязанность быть, скажем так, вмешиваться, обязанность коина вмешиваться в то, что называется, в гражданские тяжбы. Коин должен не стоять, то есть, в сторонке. Коин должен своим статусом вмешиваться в гражданские тяжбы, которые происходят внутри народа. То есть, коин не может, я остаюсь в Маханэшхина, то есть, в лагере Шхины, в лагере, где находится Мешкан. Как стоял стан Израиля? Мешкан, вокруг Мешкана стоят левиты, то есть, да, и коины. То есть, коина, за ними левиты, и вокруг них стоит стан всего. То есть, да, типа, я там у себя коин в лагере Шхины, то есть, там я в лагере со своим Мешканом, там разборки внутри лагеря народа Израиля, я как бы не ко мне. Нет, говорит, это часть твоей ответственности, то есть, это часть твоей, то есть, твои обязанности, как бы, в принципе, получается, обязанности коина, они расширяются дальше в пределах Мешкана и храма потом. О, почему? Потому что он является представителем идеального состояния святости и абсолютной чистоты. Обязан коин быть, то есть, вмешиваться в разные, то есть, в дела простых людей для того, чтобы повлиять на них. Это его обязанности. Дело в том, что в удаизме нету дихономии, вот такой, то есть, деления дихономии между мирским и духовным, то есть, как в христианстве, например. В христианстве есть мирское и есть духовное. Мирское живет своими законами, духовенство живет своими, духовенство не вмешивается мирское. То есть, да, это их не интересует. В удаизме этого нет вообще. Поэтому коин, который, то есть, который занимается в основном, то есть, вопросами святости и так далее, обязан обращать внимание и заниматься также человеческими ежедневными проблемами. Это то, что это закон. Более того, не только, то есть, как бы, представитель святости должен вмешиваться в мирские дела, то есть, да, в гражданские. В принципе, гражданские дела сами по себе, то есть, мирские, не отделены от делов святости. Это намного более выше. Таким образом, долг Гера, то есть, который долг Гера, который мы должны Геру, он не ограничен только имущественным вопросом. Поэтому он не отменяется в отсутствии истца, который будет предъявлять претензии в суде. Когда Гер умирает, этот долг нужно заплатить, то есть, некому платить, значит, платят коины. Потому что, если у меня связь со святостью тоже. Если мы возьмем более глобальные понятия, у нас получается, раскрывается очень интересная и красивая картина. Вот это вот особый закон по поводу украденного или не отданного долга Геру, она раскрывает связь и зависимость между двумя лагерями, в которых находится народ Израиля. Народ Израиля находится, там два лагеря, лагерь внутри лагеря. Есть лагерь Шхены, то есть, лагерь присутствия Всевышнего, Мешкан, в котором находятся коины и левиты. И вокруг него еще один лагерь Маханы Исраэль, то есть, стан народа Израиля. Получается, вот этот вот закон показывает взаимосвязь между ними, влияние, то есть, что есть, они не стоят особняком, то есть, есть взаимосвязь одного с другим. То есть, лагерь Израиля связан с храмом, и он должен, то есть, как бы, и с другой стороны, храм, он влияет также, лагерь Левитов и Коинов, лагерь Шхены, Мешкана, влияет на, так называемый, мирской стан народа Израиля. Есть взаимосвязь. И это выражается очень интересно, очень красиво, именно вот это вот особое странное Галахоль, которое очень, так же, называется такая, на Вереге Раппичевки, то есть, это очень, такой вот чубчик у чайника, то есть, да, то есть, как бы, очень-очень такая дальняя ситуация, когда Гер, когда то, что был должен и так далее, Гер умер, и у него никого нет и так далее, то есть, в принципе, его никто не наследует. Теперь, таким образом, мы можем увидеть теперь и в вопросе сута неверной жены, то есть, неверная жена, которая позревает, точнее, не неверная, она сута, это неверная жена, но, в принципе, мы говорим только о подозрении, которое проверяется, когда мужчина, то есть, да, видит, если жена ведется проблематично, он ее предупредит, предупреждает, чтобы ты, он с тем товарищем не уединялась, а она уединилась с ним, и он не знает, было между ними пролюбодеяние или нет, у нее нет свидетельств на этом, он идет, нам выяснять, куда он идет, идет в храм, то есть, Коэн, так делает, он клятву берет, испугает, приносится жертва, Коэн пишет свиток, то есть, на свитке, то есть, пишет вот этот порошат сута, то есть, это главу сута, берет воду, стирает воду этот порошат сута, вместе с именем Бога, берет с земли храма, и бросает туда, и поет женщину, если она была, то есть, не согрешилась, не пролюбодействовала, то есть, да, велась не очень красива, но не пролюбодействовала, то она, ей ничего не будет, наоборот, она укрепится у них все, и будет, и родится хороший ребенок, если же она, да, пролюбодействовала, то она умрет очень плохой смертью, очень мучительная, кстати, любовник тоже, это очень интересно, так Марат в третаке сута объясняет, вот, там есть определенные правила, когда это работает, когда это не работает, но в любом случае, сута, то же самое получается, то есть, тоже есть, коин вмешивается в вопросы, в Стана Израиля, в мирские вопросы, смотрите, в вопросе Гезелягер, то есть, да, вот это вот долг или украденное у Кера, а это выходит из, то есть, это в принципе имущественной тяжи, когда же мы занимаемся вопросами сута, то мы уже занимаемся вопросами, проблемами семейными, которые есть в лагере в Стане народа Израиля, получается, кстати, кроме того, что коин лично вмешивается, потому что приводит коин на выяснение, в сута, про это, про законе, про неверную жену, есть еще очень важный аспект поднимается, что, кто решает эту проблему, кто решает тяжбу, кто решает спор между мужем и женой, их разногласия, сам храм, сам мешкан, берется земля с мешкана, все это должно происходить на территории мешкана, то есть, он сам вмешивается, то есть, или храм, нужно, чтобы стерли свиток именно в храме, и нужно, чтобы взяли землю именно с храма, таким образом, оба закона, вот эти, которые мы привели, и сута, и в вопросах Гера, они показывают наше отношение вообще в иудаизме по отношению к человеку. Дело в том, что иудаизм Тора знает и принимает природу человека. Она знает его природу, его сущность со всеми его слабостями и со всеми его ограничениями. мы прекрасно понимаем проблемы заработка, мы прекрасно понимаем, то есть, человек, у него не хватает денег и так далее, не могут привести его к тем или иным нехорошим действиям, он может просто понять, что вот Гера у него не конец и прибрать себе, то есть, да, иногда это приводит к тяжбам, к спорам, иногда к насилию и так далее. Это люди. Также Тора понимает, что есть чувства, есть вожделение, есть тяги, которые могут привести к проблемным отношениям у супругов и проблемным отношениям с другими мужчинами или женщинами и так далее. Все это Тора понимает. Есть проблемы, это люди. И в этом виде, то есть, есть очень интересный момент. Тора, когда описывает нам строение храма, то есть, мешкана, храма, маханы, строение, что она пытается сделать? Тора строит из вот этого народа Гой-кадош, святой народ. Слово Гой это слово народ. Даже еврейский народ называется Гоями. В этом случае, когда они Гой-кадош, то есть, святой народ. И эта вот идея, вот это вот, скажем так, чаяние, вот это вот идеал может удариться, а, извините меня, черствую почву действительности. А точнее, когда он начинает заниматься человеком со всеми его, тоже называется, слабостями, ограничениями, вожделениями, желаниями, спорами, тяжбами, ссорами, насилием, ну и так далее. И несмотря на все это, иудаизм считает очень важную вещь, что вот эта вот идея, вот этот вот идеал святого народа, он не будет достигнут тем, что мы отторгнем человека, как такового, с его слабостями, с его природой, с природного человека, а наоборот, если мы возьмем человека и возвысим, поднимем его со всеми его слабостями, и так далее, и так далее. Но это же называется на евреи, то есть на евреи говорят леголь отомиа мацавазы, леголь это поднять его, то есть избавить, привести к избавлению, то есть он поднимется, мы не отказываемся от него, мы не заставляем его отказаться, нет, мы его берем со всем этим и переводим это в священнослужение, быть, то есть в святость. И аудаизм отвергает понятие монашества, просто отвергает. То есть что такое монашество? Это когда часть людей, которые, скажем, очень маленькая часть, большая часть людей этого не может делать. И, кстати, практика показала, что это, и даже те, которые отделились и взяли на себя монашество, тоже не особо выдерживали все эти действия, делали там не очень хорошие вещи, потому что природа брала свое. И дело в том, что Тора очень отрицательно относится к этой идее взять определенное, скажем так, меньшинство таких святых людей, так называемые, которые будут вытащены из нормального природного состояния человека, и они будут такие вот, то есть оттуда выйдут, и будут такие вот святыми. То есть, в принципе, это в этой идее. Рамбам даже больше говорит, человек, который, Порешми, Даркей, Цибур, человек, который уходит от жизни нормальных людей, то есть, путей, то есть, людей, это человек, который нету дела в будущем мире. В будущем мире. то есть, отшельники и так далее, это человек, который не удостоится будущего мира. Это неправильное поведение. Таким образом, парадоксально, иудаизм обращается к идеалу святого народа без того, чтобы забрать или отказаться от человеческой природы. Это парадокс. Но это работает. Таким работает. Каким образом это работает? Как это может достичь? И именно в этом вопросе занимается глава НАСО. Именно для этого здесь те законы приведены. Для того, чтобы показать, что лагерь ста народа Израиля в пустыне, он был поставлен там для чего? Как приготовление к движению от горы Синай к землю Израиля. Гора Синай, она что символизирует собой? Она символизирует свою святость абсолютно. Она символизирует вот этот великий идеал святого народа. А что такое земля Израиля? Земля Израиля это реализация этой идеи, этого идеала в реальности, природной реальности, естественной реальности, в которой живет человек, чтобы оно соединялось. Таким образом, как мы уже сказали, начало книги Бамидбар начинается с тем, что мы строим этот лагерь народа Израиля, этот стан, то есть в формате которого народ Израиля двинется в это свое движение, и после того, как нам Тора расписал базисное строение лагеря, кто что заотвечает, кто где и почему и так далее, осталось один вопрос, который нужно разрешить и решить. а он именно, что лагерь этот, который собрался, и там стоят колено это, колено то, коины, левиты, эти колено, эти флаги и так далее, это все собрано из людей, из личностей, которые ссорятся, которые воруют, которые вожделеют и так далее, и так далее. Как вот этот вот сбор народа, называемый станом народа Израиля, сможете реализировать сказанное на горе Синай это дело. В конце заказа, кто вставляет этот стан? Люди. У людей есть-то все. И ответ находится именно в основе того, как построен сам лагерь. Как мы сказали, по-настоящему здесь есть лагерь внутри лагеря. В центре стоит шхена, стоит мешкан. В нем коины. И они являются, скажем так, передовой силой святости и чистоты, то есть душа в это ура. Которая влияет на что? На лагерь который вокруг. Таким образом, это позволяет лагерю стану народа Израиля оставлять сохранять свою человеческую сущность. Быть людьми. Не тем, что они отрицают свою человечность и свои ограниченности и так далее, а наоборот, тем, что они возвышают в сторону Мишкана, в сторону Маханешхена, лагеря Шхены. Таким образом, что говорится, вот эти вот рассказы про Гера, этот закон про Гера и про Суфту произойдут. Они произойдут потому, что разборки имущественные, разборки семейные, это интегральная часть человеческого социума. Но Коэн и Мишкан с этим справятся чем? Через воспитание, через влияние и через направление и обучение. они попробуют внести новые ценности и поменять систему предпочтений у человека. То есть, в принципе, они из человека, то есть, в том человеческом материале, который остается, будут направлять и учить, как стать святым народом, будучи человеком. В этом и задача. Для этого приведены здесь эти законы. И отсюда мы переходим к Назиру. почему появляется Назир? Кто такой Назир? В чем его задача? Кто он такой? Предыдущие две закона, которые приведены, они показывают, как скажем так, ста народа израиля со всей человечностью и так далее стоят в внутренней противоречии с понятием идеалом святого народа Бойко-Душ. это как общество. Вопрос Назира это вопрос с другого ракурса. Это скажем так решение или как стоит личность, то есть одиночка, то есть как стоит индивидуум напротив этой проблемы сам по себе. То есть кто такой Назир? Назир человек, который берет на себя, ему не нравится его состояние, где он находится. Он не видит себя внутри обыкновенного участника лагеря обыкновенного, который подвержен вожделениям и так далее, и так далее. Он предпочитает жить как коины. Коины, которые находятся в лагере Шхены. абсолютно оторванным от всех этих разборок внутренних лагерных и так далее, и так далее, которые находятся, то есть он хочет быть не там. Он говорит, окей, я нахожусь в этом лагере, я понимаю, что я не справлюсь, я хочу подняться на уровень коинов. Как я поднимаюсь? Я отказываюсь от вина и так далее, я и начинаю вести себя то, что запреты, то есть ритуальные нечистоты и так далее, как коины. Я перехожу. То есть таким образом получается, что и Назир так или иначе связан с вот этими взаимоотношениями между лагерями, только в другую сторону. Таким образом Тора дает возможность быть на заре но только за ним ограничение. Это должно быть ограничено временем и это должно быть личностное. Это не идеал для всех. Более того, не захожу в то, что, допустим, Тора накладывает, то есть в Торе закон Назира он должен принести грехочесильную жертву. Есть подход мудрецов, которые говорят, что Назир он грешник. В чем он грешник? В тем, что он отказался. То есть в тем, что он решил не справляться. В тем, что он решил взять на себя больше запреты, которые Тора на него не кладывал. То есть он решил не быть человеком со всеми его слабостями и так далее и справляться в этом состоянии. А он решил, то есть я прыгну дальше, я себя ограничу больше. Тора говорит, окей, она не приветствует такой подход, но говорит в ограниченном состоянии, на ограниченное количество людей, а не как общество, возможно это сделать. Но это нехорошо. Таким образом, что мы видим? У нас, как мы сказали, то есть в главе НАСО, вот в этой вот части, которая описывает строение лагеря, приготовление лагеря для движения земли Израиля, появляются вот эти три галактические темы. И мы увидели, то есть что эти три галактические темы, вопрос имущественных который, Гером, у которого отдаются деньги, если было украдено или не отдан долг Геру, закон неверной жены и закон Назира, все они занимаются одной и той же вещью. Соотношение между лагерем народа Израиля, то есть станом народа Израиля, и лагерем Шхены, то есть лагерем, где находятся Мишкан и Коин. И таким образом, по-настоящему, они закрывают тему, которая говорит о взаимоотношении и за том, как строится стан Израиль, теперь можно двигаться. И этим занимается наша глава, то есть занимается вообще начало книги Бамидбар. Поэтому они вливаются, они являются чем-то инородным, и поэтому они находятся здесь, а не в каком-либо другом месте. Тоф, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, вам было интересно увидеть вот это вот сочетание и как это работает. Ну, и некоторые аспекты очень важные будаизны. Тоф, на этом я заканчиваю. Кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Хак-самэх. Увидимся на следующей неделе с Божьей помощью.